Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите «Боже, я буду двигаться вперед, я не останусь здесь». Вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния Бич. Я люблю брать Слово Божие и оживлять его для людей в их повседневной жизни. Иногда люди думают о Слове Божьем и считают, что это какая-то книга на полке, которая никак не связана с повседневной жизнью. Но я люблю брать Библию, смотреть на повседневную жизнь, на ситуации, на вопросы, которые задают люди, и находить ответы в Слове Божьем. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего Библия говорит о повседневной жизни. О том, как жить в семье, как быть хорошим отцом, хорошей матерью, как быть хорошим работником, хорошим бизнесменом. Как узнать, какова Божья цель для вашей жизни. Сейчас мы отправимся в церковь «Волна» Вирджиния Бич, штат Вирджиния. Я верю, что сегодня вы услышите послание, которое даст вам цель и поможет понять, как жить со смыслом. Вы лучше поймете сущность Бога и то, как сильно Он заботится о вас. Он желает, чтобы вы были успешны всегда и во всем. Сегодня утром я думал, о чем же мне говорится, и вот что дал мне Господь. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Буду читать из перевода послания. Вы перегорели, измучились и устали от религии. Придите ко мне. «Сбегите ко мне, и вы восстановите свою жизнь». Вы заметили, что Иисус здесь отделил себя от религии. Он отделил себя от религии. Я покажу вам, как отдыхать по-настоящему. Ходите со мной и работайте со мной. Наблюдайте за тем, что делаю я. Научитесь ненавязчивому ритму благодати. «Я не возложу на вас ничего тяжелого или неподходящего». Кто рад тому, что Иисус не возлагает на вас ничего тяжелого или неподходящего? Кто из вас помнит то время в детстве, когда мама или папа покупали вам что-то, а вы думали, «Я ни за что не надену это в школу». Так вот, Иисус не оденет на вас ничего такого, что вам будет стыдно носить. Не будет ничего тяжелого или плохо подобранного. Далее сказано, «Водитесь вы со мной, и вы научитесь жить свободно и легко». Вот вам первая мысль. Иисус желает освежить вас. Он не хочет отягощать или обременять вас. Он спрашивает, «Вы устали? Измотались? Живете в стрессе? Вы перегорели?» Иисус желает вернуть вам свежесть. Религия измотает вас. Аминь. Давайте будем откровенны. Если лошадь сдохла, то она уже воняет. Зачем делать искусственное дыхание тому, кто уже мертв? Религия измотала вас. Знаете, у религии нет ответов ни для кого. Иисус сказал, «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня». К сожалению, многие думают, что к Богу ведут многие пути, и что есть просто много направлений. Я заметил, что многие люди просто не слышат слова. Вокруг звучит так много слов, что мы устаем от этого. Кстати, я изучал статистику о том, какому стрессу подвержен обычный американец. Я нашел статистику за 17-й год. Так вот, 54% американцев признались, что они живут в стрессе или перегорели. Почему так много американцев чувствуют себя так? Почему в такой замечательной стране столько людей говорят, что они в стрессе или перегорели? 54%! Это означает, что в Америке больше тех, кто живет в стрессе, чем тех, кто живет без стресса. Это уж очень много. Как это возможно? Может, дело в том, что нам сказали, что мечта сделает нас счастливыми. А когда мы получили мечту, этого не произошло. Может, оказалось, что то, что мы думали, не делает нас счастливыми. Может, дело в разрушенных мечтах и ложных обещаниях. Культура говорит нам, что дом сделает вас счастливым. Деньги сделают вас счастливыми. Работа даст вам мир. А ваша вторая половинка принесет смысл в вашу жизнь. Мы живем в лучшей стороне мира, и при этом мы перегораем. Ну как это возможно? Мы так много всего видели, но этот недуг все равно одолевает нас. Мы живем при лучшей экономике, но деньги не делают нас счастливыми. Церковь живет прошлым и не может приспособиться к постоянно меняющемуся миру. У церкви не получается придерживаться истинописания и при этом быть актуальной для общества. Мы живем в то время, когда технологии еще никогда не развивались так быстро, но при этом мы чувствуем себя очень одинокими и изолированными. Ну а кто наши герои? Все они из комиксов. Но почему же мы перегораем тогда? Думаю, все дело в Боге. Сейчас я вам кое-что покажу. Это бытие 2 глава. Мы живем в стрессе и не знаем, как обрести мир. Но я думаю, что ответ где-то здесь. А вот что сказал Бог в Бытии 2 главе, когда создал Адама и Еву и заповедал Господь Бог человеку. Можешь есть плоды с любого дерева в саду, кроме дерева познания добра и зла. Если съешь плод с этого дерева, то умрешь. То есть Бог говорит, Адам, здесь все для тебя. Налетай, властвуй, размножайся, заводи детей. Пусть тебе будет весело заводить детей с твоей женой. Я решил, что стоит это добавить, пожалуй. Адам, я Бог, а ты нет. Поэтому тебе нельзя прикасаться к одной единственной вещи. К дереву. Познание добра и зла. Ты не знаешь, что хорошо, а что плохо. И не узнаешь. Не прикасайся к нему. А все остальное — это твое. Но почему мы всегда хотим то единственное, что мы не можем иметь? Но вот появляется дьявол и говорит в 3 главе 4 стихе, «Но змей сказал женщине, не умрете, я вас съела. То единственное, что Бог запретил есть, змей солгал ей». И он продолжает лгать и сегодня. Он пытается сказать миру, кто сказал, что Бог решает, что хорошо, а что плохо. Вы можете сами решить это для себя. Он продолжает лгать и сегодня. И вот почему в нашем мире так много стресса. Все потому, что мы говорим Богу, «Да и иди ты!» Уж простите за это выражение. Кто назначил тебя главным и тем, кто решает, что в моей жизни хорошо, а что нет? Все это началось еще в Эдеме, когда человек сказал Богу, «Я хочу выяснить, что хорошо, а что плохо. Не нужно мне указывать. Я сам это выясню. Не весь мой брак. Я сам решу, как должна выглядеть семья. Я решу, какой у меня пол. Я решу, что хорошо, а что плохо. Мир еще никогда не был так сбит с толку. А все потому, что мы убрали Бога из познания добра и зла. Мы говорим Бог, «Не лезь в наши суды и в наши школы. Не лезь в образование и политику. Не лезь в науку. Не лезь в мою половую жизнь. Не лезь в социальные вопросы. Мы даже хотим убрать Бога с наших денег». Все это можно подытожить одним стихом. Притча, 14 глава, 12 стих. «Иной путь кажется человеку правильным, но он ведет только к смерти». Иисус желает вернуть вам свежесть. Именно это станет возможным, когда мы скажем, «Бог, только ты знаешь, что хорошо, а что плохо». Если вы верите в это, тогда не все потеряно. Ну и еще одна мысль из Евангелия от Матфея, оттуда же. Там сказано, «Ходите со мной и работайте вместе со мной. Наблюдайте за тем, что делаю я». Мне очень нравится фотография, на которой папа идет за руку с ребенком. Это наш сын, идет за руку со своей племянницей. Это они в аэропорту или торговом центре. Так вот, Бог желает, чтобы у нас с вами сложился такой же образ того, как он хочет, чтобы мы ходили с ним. Сейчас я вам это покажу. Смотрите, мы можем взять нашего отца за руку, и он желает ходить с нами. Он говорит, «Пойдем со мной». «Я восстановлю твою жизнь и покажу, что такое настоящий отдых». Если вы бежите, то упускаете те моменты, когда происходят чудеса. Мы живем в очень быстром мире. Помню, много лет назад я спешил, и мне нужно было купить ужин для нашей семьи. Я заехал в так называемый фастфуд, от момента, когда вы делаете заказ, до момента, когда вы подъезжаете к окошку, чтобы забрать его, проходит 90 секунд. А я помню, как сидел в машине, смотрел на машины впереди меня и думал, «Я сижу тут целых 5 минут». Я злился на то, как долго мне приходится ждать. Мы живем в очень быстром обществе. Кто из вас помнит время, когда появились первые микроволновки? Помните? Молодежь, вы этого не застали. Мы настоящие динозавры. Я помню то время, когда появились эти микроволновки. Помните, как было? Быстро. Но с годами микроволновки перестали быть такими быстрыми, как когда-то. Мы живем в таком бешеном ритме. Мы хотим все сейчас же. Первым чудом Иисуса было превращение воды в вино. Он пробыл там так долго, что вино закончилось. Он не просто пробегал мимо. Он взаимодействовал с людьми. Он сидел с ними и ходил с ними. У вас закончилось вино? Не проблема. Мы это исправим. Аминь. Подумайте о смоковнице, которую прокляло Иисус. Библия говорит, что через несколько дней они снова проходили мимо нее. А мы не видим мертвые вещи в жизни, потому что постоянно бежим. Но Иисус идет. Марка 5 глава. Иисус шел, чтобы исцелить дочь Иаира, потому что его окружала целая толпа. Давайте вернемся к тому, чтобы ходить с Богом. Богом, у которого есть знание о добре и зле. Аминь. Когда вы ходите с Богом, вы обретаете мир. Давайте вернемся в Эдем. Бог ходит, а мы спешим. Мы бежим в погоне за мечтой. А Бог идет. Мы говорим детям, не выбегай на дорогу, чтобы тебя не сбила машина. Правда? У нас есть внуки, и они любят гулять на подъездной, ведущей к нашему дому. Но в конце этой дорожки проезжая часть. Я вижу то, чего не видят они. Я вижу приближающуюся опасность, но они ее не видят. Они просто радуются моменту. Также Бог говорит нам, не беги, иди. Я вижу лучше и дальше, чем ты. Иди со мной, и ты будешь в безопасности. Нам нужно научиться идти с Богом, а не бежать все время. В Библии сказано, что Ной ходил с Богом. Енох ходил с Богом. В 36-м псалме сказано, что шаги хорошего человека, они направляются Господом. Ученики ходили с Иисусом. Послушайте, что Иисус сказал, когда вернулся к ним после воскресения. Это пасхальная история. В Библии сказано, что после того, как Иисус умер и воскрес, Он явился ученикам. Но ученики на дороге в Эмаус не понимали, что с ними идет Иисус. Возможно, тоже происходит в вашей жизни. Иисус сейчас на вашей дороге. Вы идете и думаете, ну где Бог? А Он рядом с вами. Вы просто Его не видите. Аминь. Где ты, Бог? Послушайте, что говорили ученики. Они говорили друг другу. Ну разве не горели наши сердца, когда Он говорил с нами? В пути. И объяснял нам Писание. Я молюсь о том, чтобы ваши сердца загорелись сегодня от Слова Божьего, и вы осознали, что Иисус желает вернуть вам свежесть. Иисус хочет, чтобы вы ходили с Ним. Третья мысль из Матфея 11 главы 29 стиха. Здесь сказано, «Ходите со Мной и работайте со Мной. Наблюдайте за тем, что делаю Я». Иными словами, Иисус влиял не только на словах. Он был хорошим примером. Многие люди просто теоретики. Я как-то общался с одним пастором, у которого был всего один ребенок, которому был один год. Он всем вокруг рассказывал, как воспитывать детей, потому что у него был годовалый ребенок. «Вы слышите, да?» Я сказал ему, «Советовать — это, конечно, хорошо, но нужно для начала воспитать своего, а потом уже что-то там говорить». Я благодарен за теоретические советы, но, может, стоит поспрашивать людей, которые уже успешно вырастили своих собственных детей. Кстати, его советы были ужасными. Думаю, сейчас, когда дети уже немного подросли, он и сам все понял. Но Иисус не просто бросался словами. Он был прекрасным примером. Аминь. Он сказал, «Ходите со Мною и работайте со Мною. Наблюдайте за тем, что делаю Я». Думаю, Иисус — прекрасный пример доброты. Помните женщину, которую поймали прямо во время прелюбодеяния? Согласно культуре того времени, за это вас должны были побить камнями. Все уже были готовы сделать это. «Иисус, вот мы поймали эту женщину прямо во время прелюбодеяния». А можно вопрос? Скажите, а где был мужчина? Почему привели только женщину? «И вот она стоит там». Ей, конечно же, стыдно. Она унижена. И все эти религиозные люди готовы забить ее камнями. «Иисус, а ты что скажешь?» Это просто супер. Иисус опускается на землю. Они думают, что он делает. Он просто начинает писать. Библия не говорит, что именно он писал, но затем он улыбнулся и сказал, «Да, в законе действительно так сказано. Тот, кто без греха, пусть первым бросит в нее камень». А он просто продолжает писать, и все. Возможно, те религиозные люди были слепы и думали, что в них нет греха. Возможно, Иисус писал там имя женщины, с которой кто-то из них переспал на прошлой неделе. Я не знаю, что он писал, но знаю, что все от старого до молодого бросили камни и ушли. Затем он сказал женщине, «Где твои обвинители?» «Я не обвиняю тебя». «Иди больше не греши». Видите? Иисус силен не только на словах. Он показывает нам, что такое милость. Он показывает нам, что такое сила. Он показывает нам, что такое справедливость. И разоблачает лицемерие. Далее у нас идет номер четыре. В этом месте Писания. Иисус протягивает нам приглашение. Иисус никогда силой не затянет вас в то, к чему вы не готовы. Итак, ходите со мной и работайте со мной. Наблюдайте за тем, что делаю я. Научитесь ненавязчивому ритму благодати. 126-й псалом. Строители теряют понапрасну время. Если Господь не строит дом, теряет понапрасну время стража, если Господь не охраняет город. Вы можете представить себе все эти невероятные усилия, и все они напрасны. Иаков был интриганом. Он пытался заполучить Божие благословение. Он хотел заполучить его с помощью лжи и манипуляций. Все эти усилия оказались тщетными, но потом он встретился с Иисусом. Многие исследователи считают, что в этой истории Иаков встретился с самим Иисусом. Иаков говорит, «Ты говоришь, что мне не нужно обманывать и манипулировать, и что Бог желает благословить меня и вернуть мне свежесть, хочет дать мне мир и процветание. Я пытался заполучить это по-своему. А мне лишь нужно принять тот факт, что Бог хочет благословить меня. Бог любит вас, и Он хочет благословить вас. И вам не нужно пыхтеть и надрываться, чтобы заполучить это. Вам лишь нужно научиться ходить с Иисусом. Послушайте, это приглашение. Иисус говорит нам в книге Исаии, 55 главе, «Все жаждущие, придите и пейте. Не беспокойтесь, если денег нет. Придите, ешьте». Иными словами, за деньги это не купишь. Пейте без денег, пока не насытитесь. Ешьте и пейте. Еда и вино ничего не стоят. Религия говорит, что вам нужно платить. Мир говорит, что нужно платить. Я еще никогда не видел человека, который пришел бы в казино со словами, «Этому казино нужны только мои деньги». Несколько месяцев назад я впервые в жизни сидел за столом в казино. Решил потратить 200 долларов и посмотреть, насколько их хватит. Я захотел колу и спросил у официантки, как мне ее купить. Она посмотрела на меня и сказала, «Вы здесь впервые, не так ли?» «Да». Она сказала, «Пока вы играете, вы можете заказывать любые напитки, и все они бесплатны. Пока вы играете, мы обеспечиваем вас напитками». Я ответил, «Но мне только колу, так что спасибо». Видите, вот кому нужны ваши деньги. А люди приходят в церковь и говорят, «Церкви нужны только мои деньги». Поймите, Богу нужны вы, а не ваши деньги. Богу нужно ваше сердце. Он желает благословлять вас. Прославьте Господа, если вы что-то получили сегодня. Надеюсь, это слово было актуальным для вас. Я хочу поговорить с вами. Забудьте о других. Настало время поговорить с глазу на глаз. Знаете ли вы Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Я молюсь о том, чтобы каждый, кто не знает Бога, познал Его. Я проповедую более 35 лет, но так и не смог, как следует описать, то, насколько прекрасен Иисус, как сильно Он любит нас. У Него есть план и цель для нашей жизни. Нам нужно лишь открыть Ему свое сердце. Библия говорит, что Иисус стоит у двери и стучит. Он не выбьет дверь. Он ждет, когда вы пригласите Его. Почему бы вам не сделать этого сейчас? Возможно. Вы когда-то ходили с Богом в молодости. Бывает всякое. Жизнь — это не просто работа, счета. Поймите, что Бог дал вам цель и судьбу. Вы не призваны просто существовать. Поэтому помолитесь со Мною от всего сердца. Скажите эти простые слова. Господь Иисус, я прошу Тебя прийти в мою жизнь, простить мои грехи. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. И молюсь Тебе. Аминь и Аминь. Если вы повторили эту молитву, то зайдите, пожалуйста, на наш сайт stevekelly.tv kasaya.tv Расскажите нам о том, что вы приняли это решение. Я написал книгу, которая расскажет вам о том, как обрести взаимоотношения с Иисусом. Просто расскажите нам о своем решении, и мы вышлем вам этот замечательный подарок. Мы хотим пригласить вас на следующей неделе снова. Кроме того, вы можете посетить любой из наших кампусов. Пусть Бог обильно благословит вас.